Эти ребята идут за мечтой учиться в лучших условиях самым востребованным специальностям. О том, как проходят будни в образовательном центре ПНТЗ, рассказывают сами студенты программы «Будущее белой металлургии». Для Володи Орлова Первоуральск стал не только местом обучения, но практически домом. Здесь друзья, любимые учителя и наставники, а главное – уверенность, что он на правильном пути. Сам я родом из Екатеринбурга, я там тоже посмотрел, там очень много различных заведений, учреждений. Я тоже по ним походил, по экскурсиям посмотрел и остановил свой выбор на Первоуральском металлургическом колледже. Когда я пришел на экскурсию, мне очень понравилось современное оборудование, которое стоит в каждой аудитории. Сенсорные доски. Это дает возможность студентам обучаться в нормальных условиях. Первый год обучения для Владимира прошел, как говорится, на одном дыхании. Занятия в аудиториях занимают лишь 40% времени. По большей части студенты оттачивают мастерство в экспериментальном цехе образовательного центра и на производстве. Уже после первого курса будущий электрик без труда собирают схему пуска трехфазного электродвигателя, программируют микропроцессорные устройства, собирают схему управления освещением. Большой акцент делается на практику. То есть студенты, начиная с первого курса, начинают заниматься практикой раз в неделю. Они приходят в экспериментальный цех и, зависимо от своей профессии, занимаются электромонтажом или сваркой. Я хочу потом получить высшее образование и остаться на заводе, строить свою карьеру, развиваться. Непрерывное развитие и уверенность в своих знаниях – это главное, что получает студент в процессе обучения. Наставник Володи Булат Ибраев убежден, все основные операции на производстве его подопечные выполнят с закрытыми глазами. У них эти знания применяют на производстве, потому что электродвигатели у нас и в 8-м цехе, и в 23-м цехе, асинхронных, трехфазных, очень много. Должны с закрытыми глазами выполнять эти работы и находить неисправности, ну и устранять их в сложных условиях. После учебы время для досуга. Ребята отмечают студенческая жизнь в образовательном центре, яркая и интересная. От КВНов и культурных мероприятий до спортивных секций и флеш-мобов. Именно здесь Владимир открыл в себе поэтический талант. Специально к литературному конкурсу, посвященному Дню Победы, он написал стихотворение о молодом бойце и прочел его перед публикой. Такого рода развитие для меня, молодого поэта, можно так сказать, поучаствовать в поэтическом конкурсе, мне кажется, очень престижно. В том году я занял третье место, мне дали сову, статуэтку, которая у меня сейчас стоит дома, и мне кажется, она мне в дальнейшем поможет. Помогут студенту и богатая библиотека образовательного центра, и множество творческих конкурсов, в которых он с удовольствием принимает участие. Учителя Володи отмечают его активность во всех общественных делах. Студент программы «Будущее белой металлургии» должен обязательно учиться положительно, участвовать в общественной жизни, заниматься спортом. У Вовы, у него все ровненько, он как и в учебе преуспевает, так и в общественной жизни. Преуспевать везде – задача не из легких, но Владимиру это по душе, он идет за своей мечтой. Таисия Пономарева, Дамир Харисов, Служба народных новостей.